Жим лёжа или отжимания? Что говорит наука? По сравнению с жимом лёжа отжимания часто рассматриваются как менее эффективная альтернатива. В конце концов, жим лёжа это хардкор, а отжимания только для людей, не имеющих доступа в спортзал. Верно? Неверно, дорогие друзья. У людей есть заблуждение о том, что лишь самые тяжёлые упражнения вызывают нужную нагрузку. С физиологической точки зрения мышцам всё равно, как именно они получают нагрузку. Важнее, чтобы она была правильной и держала напряжение по всей амплитуде движения. Нагрузка или любая форма сопротивления, будь то фитнес-лента, штанга или собственный вес, всего лишь инструменты для приложения механического напряжения. Набрать массу дома сложнее, чем в зале, но вполне реально. Исследование. 23 атлета среднего уровня подготовки разделили на две группы. Группу жима лёжа и группу отжиманий. Обе группы выполняли три тренировки в неделю в течение месяца. Каждая тренировка состояла из трёх рабочих подходов по 6-8 повторений. В обоих группах действовала динамическая модель прогрессирования. Это значит, что как только определённый результат был достигнут, Дальнейший процесс регулировался, программировался в соответствии с планом исследования. В группе с жимом лёжа просто постепенно увеличивался вес на штанге. Стали сильнее? Окей, добавляйте ещё пару блинов. Что касается второй группы, они прогрессировали в вариациях отжиманий. План исследования состоял из девяти вариантов, начиная с отжиманий от стены и заканчивая отжиманиями на одной руке. Данные модели развития имели в исследовании решающее значение, так как без них испытуемые просто тренируются. Они наращивают силу и адаптируются. По иронии судьбы, многие исследователи не применяют принцип прогрессии и тратят время впустую. Что выяснили исследователи? Через 4 недели учёные изменили толщину мышц груди. Результативность метания метбола во взрывной манере и одноповторный максимум в жиме лёжа. Также обе группы прошли тест на отжимания. Со статической точки зрения обе группы достигли одинакового прогресса по всем параметрам, за исключением отжиманий. Тут группа, в которой атлеты отжимались, безговорочно лидировала. В это же время группа жима лёжа имела немного больший одноповторный максимум. Группа отжиманий отстала в этом упражнении совсем немного. Группа отжиманий не работала со штангой целый месяц и в целом стала также сильна в жиме. Возможно, это показывает, насколько универсальны отжимания для набора массы груди. Что касается размера мышц от отжиманий оказались также эффективны для гипертрофии, как и жимы. Если брать среднюю величину общего роста, то группа отжиманий набрала 4% мышечных объёмов, против 1,2% у группы жима лёжа. В три раза больше. Возможно, если бы исследование длилось дольше, то разрыв бы увеличился ещё больше в пользу группы отжиманий. В чём здесь ошибка? В обеих группах участвовали атлеты среднего уровня. Вероятно, они какое-то время уже занимались в тренажёрных залах и выполняли схожие упражнения. Давайте подумаем, чего не делают атлеты среднего уровня, посещая тренажёрный зал. Отвечу. С огромной вероятностью они не делают упражнения с собственным весом. Но может подтягивание, и то вряд ли. Есть вариант, в котором отжимания, заменившие жим, сработали как шоковая терапия для мышц. И потому атлеты, привыкшие к жимам, немного выросли от отжиманий. Тяжёлые отжимания и правила крайне эффективны. Они физиологически схожи с жимами, хоть и являются немного другим упражнением. Потому прирост в одноповторном максимуме вполне прогнозируем. В любом случае, это нисколько не умаляет результатов. Исследование просто позволяет взглянуть на них под немного другим углом. Выводы. В отжиманиях используется меньшая абсолютная нагрузка. Но активация мышц всё равно эквивалента жиму лёжа. Отжимания менее травмоопасны, не сравнить с жимом штанги лёжа. Менее утомительны и более практичны. У них действительно много плюсов. Понравилось видео? Ставь лайк. Обязательно подпишись на обучающий контент. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok